Скажите, пожалуйста, вот среди нас, в нашем предприятии, много родителей, школьников и студентов, и, конечно, сейчас нас волнует, что будет дальше с образовательным процессом. Учиться или не учиться, сами знаем, что наши дети уже, конечно, засиделись, ведь время идет, и много кому надо сдавать экзамены, и готовиться к поступлению, а четвертая четверть совсем короткая. Что вы скажете? Вы правы. Если ты это пропустил, ты не наверстаешь потом. Это, во-первых. Во-вторых, психологически плохо для детей. Вот они уже привыкли к этим большим каникулам, им втянуться в учебу – проблема. А тут короткая, как вы сказали, четвертая четверть. Скоро очередные длительные каникулы. Но решил так. Думаю, что в Минске и в крупных областных центрах они эту неделю начнут, так сказать, с удаленки индивидуальной, но к концу недели они должны войти в этот учебный процесс, как все. Вот им неделя на раскачку. И будем учиться в субботу. Это будет учебный день, не просто так в субботу труды, факультативы и прочее, а полный учебный день, потому что немножко отстали, неделю уж прогуляли лишнюю. И первого числа тоже будем учиться. А второго-третьего будет выходной для детей в школах. Вот мы два дня этих возьмем. И уплотнившись, нам может даже летом не понадобится один-два дня в июне месяце. Вот так надо поступить. Ну а кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать. Ну что ж, я же его заставить не могу. Это же ваш ребенок. Я знаю, что такое ребенок, поэтому вы смотрите сами. У меня в своем девятом классе к экзаменам. Он в школу ходил. Он три дня отдохнул, опять пошел в школу. Я так наблюдаю, думаю, ну если сын президента так стремится в школу, наверное, думаю, он не один. В вузах там немножко проще. Там уже сознательно люди пошли образование получать. И они могут дистанционно, они сейчас занимаются. Им можно. Они уже продвинутые люди. Но тоже за эту неделю постепенно надо и в вузах начинать работать.